Дым годом горизонтов всё больше и больше. На сегодняшний день в нашей стране, если говорить об электронной музыке, есть ли какие-то открытия или какие-то прорывы, о которых, может быть, не все знают, но вы знаете? В электронной музыке есть имена, которые мне нравятся. Я не могу сказать, что это музыка, которую я слушаю каждый день, но, по крайней мере, это музыка мирового уровня, которую я очень уважаю за то, что люди делают такое. То есть в том же Питере живут группы типа ёлочных игрушек, которые очень в Англии известны. Те группы, которые в Англии известны, им всё равно, они из Лондона или они из Рейкявика, или они из Петербурга. То есть Петербург и прописка, это совершенно не имеет никакого значения. Поэтому группы, как, опять же таки, ёлочные игрушки, это EU, потом PCP, Fizzarum, это действительно звёзды. Но не звёзды, но, по крайней мере, звёзды в том, что они делают на европейском уровне, который я очень уважаю, и дай бог им здоровья. То есть просто здесь мы, видимо, у нас рынок направлен немножко в другую сторону, да? Да, 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 абсолютно. Может быть, вы направите его в правильную немножко? Ну, мы направим все усилия на это. Мы будем очень рады, если завтра придут всё-таки поддержать нас люди, которым такая музыка небезразлична, и покажут своим поведением, что им действительно это тоже интересно. Мы будем очень рады, если вы поможете нам направить рынок в нужную сторону. Сделать это можно одним способом. Пойти в магазин и купить пластинку. Кстати, пластинки завтра будут продаваться на концерте, поэтому ещё родителям и друзьям. Мы ждём музыки. Музыки? Ну, конечно же. Вы хотите прямо, чтобы мы сыграли сейчас? Да. У них есть у меня. Вау. Окей. Я думаю, что мы сыграем. Что играем? Я думаю, мы играем песню под названием «Табу». Это очень старая песня. Она была написана в 1822 году. Да. На самом деле, это песня. Если я вдруг забуду слова, пожалуйста, напомните. Да, вы, кстати, можете танцевать, если хотите. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 играл в группе «Лунные собачки». В общем, с радостью сходил бы туда еще раз. Если можно так выразиться. Очень хотелось бы вашу музыку слышать и ваши голоса на Радио Рокс. Особенно в вечерние времена, когда идешь с работы, и утром вставать, и скажешь, что-то прекрасно. Ну вот позвоните в следующий эфир Радио Рокс и спросите, почему мы все не в этом нет. Я в Радио Рокс, естественно, позвоню, знаю. Может быть, вас пригласят на такую передачу. Женя Глюк ведет, по-моему, передачу русский рок, по-моему, по-моему. Мы не русский рок. Ну вот сделают передачу не русский рок. Не русский рок. Я бы назвал это оглушительный эфир. В общем, в любом случае, у вас есть шанс смотреть нас, пока мы еще в эфире, и смотреть, слушать голоса, потому что все-таки здесь можно еще и смотреть. Чем вам СТО не Радио Рокс? Кстати говоря, можно записать и потом с утра просыпаться и засыпать тоже. А лучше на видео записать? Да, я говорю, на видео записать и, в общем, смотреть эфир целый день. Почему бы нет? Почему бы нет? У вас есть в машине видеомагнитофон? Ну, отключился, я так думаю, уже телезритель. В принципе... Мы потеряли его. Вот вы можете направить не только наш рынок музыкальный, но вы можете направить и рынок производителей видеомагнитофонов для автомобилей в нужную сторону. И поднять продажи их в Санкт-Петербурге. Была идея, это была моя идея, занесите это в протокол. Я удивлен, что еще пираты не позвонили. Где диски взять? Кстати говоря, как вы к пиратам относитесь? К лампийским пиратам? Ну как, я не могу сказать, что я очень хорошо от него отношусь. Я не могу сказать, что я их ненавижу. Но они здорово экономят кошелек. Да ладно, скажи, что тебе не нравится купить на Горьковской за 50 рублей альбом Radiohead, который в Англии еще не вышел. Я за 50 не покупаю. Я покупаю только за 25. Он не любит пиратам. Плохо относится к пиратам. А в принципе, я лично предпочитаю покупать, конечно, пластинки фирменные. И почему я это делаю? Потому что мне кажется, что это, во-первых, поддерживает непосредственно артисты, хотя я знаю, что компании получают очень много дивидендов с этого. Но мне больше интересно, с другой стороны, на это посмотреть, что вся общая обложка и качество звучания альбома, оно непосредственно от артиста ко мне переходит. То есть это полностью концепт альбома. То есть это не просто там на плохой бумаге напечатанная какая-то, без текстов, без комментариев, без всего. А именно вот как артист хотел, так он и сделал. И я как захотел, так этого артиста купил и оценил, что он хотел сказать целиком. Потому что я считаю, что это большая... На самом деле, я хотел бы сказать немножко другое. То, что очень много людей говорит по поводу интернета и MP3, и по поводу книжек то же самое. Я все равно считаю, что как бы и пластинки, и книги, они не могут выходить из моды, потому что это непосредственное общение с вот этим... Физическим носителем. Физическим носителем, да. То есть это даже не просто взять и послушать музыку, это целое действие. Акт. Ритуал. Ритуал, да. А как, Андрей, вы начали писать музыку? Почему вы вдруг решили этим заниматься? И главное, как вы от музыки перешли к саунд-продюсированию? Или это было наоборот? Ну, надо сначала тогда начать, потому что... Извините. Давайте начнем сначала. Потому что я музыкой занимаюсь с пяти лет. И так начнем. И я вообще классический музыкант. Я закончил московскую... Я вообще москвич. Московскую школу Гнесиных. Потом я ехал в Лондон в Королевский музыкальный колледж. Вот. И там я очень интересовался музыкой двадцатого века и все, что с этим связано, в том числе и электроакустикой. Это 60-е, 50-е года. То есть там Штагхаузен, Лигити, Джон Кейдж и так далее. И как-то в это начал все вникать, ходить на факультативы по электроакустике, знакомиться со студией и так далее. Вот. И начал делать свои опы... Не опусы, а опыты. Тогда. Вот. И сразу начал делать опусы. Вот. И где-то в году 96-м я познакомился с очень хорошим моим другом, продюсером Полом Кендалом. Ты из меня заграживаешься. Что ты делаешь? Я чуть-чуть. Вот. И так сложилось, что мы вместе поработали в студии, и на компании MewTrackes вышла моя первая пластинка в 97-м году. Потом я в 98-м переехал сюда. Так, вы не хотите мне дать. Сговорить, сговорить. Не отвлекать. Так в 98-м году переехал... Переехал в Петербург и практически тогда же начал заниматься продюсированием. То есть первые опыты были у меня вместе с Экил и Джаз. Потом был альбом Бориса Гребенщикова «Пси». И так пошло, поехало все. Вот такова история человека, который сейчас сидит перед вами. Что он делает теперь, вы еще, я думаю, что сможете услышать в нашем эфире. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Добрый день. Как зовут вас? Меня зовут Юрий. Хотел спросить... Привет, дорогой. Да, привет. Очень рада тебя видеть на телевизору. Спасибо. Куда пропали? Я рада за тебя. Придел скоро в гости. Хотели у тебя спросить, не забросу ли ты калорнет, и когда мы можем лицезреть тебя и услышать те прекрасные звуки, которые ты умеешь из него извлекать? Спасибо. Да, утаил, между прочим, от нас. Утаил, что играет на кларнете. Нет, ничего тут таить. Да, он не хотел, чтобы вы знали. Не собирался. На самом деле, не все так плохо. В этом году, в мае, вышел диск вместе с потрясающими тувинскими певцами. Это квартет Хунхурту, который я записывал в прошлом году. Это совместный проект. То есть они поют, и я там играю на клавишах, на кларнете тоже. Вот, я думаю, что возможно, что мы где-то с начала сентября, вот в новом сезоне, мы будем делать какие-то концерты, я там буду играть на кларнете. Вот, так что я очень это дело люблю, но так получилось, что такое количество работы у меня студийной, что не хватает времени на все. У нас остается 3,5 минуты. Мы успеем сыграть что-нибудь в это время? 3,5 минуты. Ну, давайте мы попробуем. Дорогие друзья, на всякий случай я с вами прощаюсь. У нас сегодня в гостях была группа «Ласка Омни». Завтра вы услышите их на стереолете, в понедельник можете купить их диск в музыкальных магазинах, а они для вас играют. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok